Добрый день, в эфире программа «Парадокс». С вами ведущий Степан Немура. У нас сегодня в студии интересный гость снова. Валентин Юрьевич Катасонов, экономист, профессор кафедры бюджетных финансов в БГИМО. С нашей последней встречей произошли некоторые интересные события и были отмечены некие интересные даты. Вот хотелось бы все это обсудить. Добрый день, Валентин Юрьевич, спасибо, что пришли. Ну, начать-то я хотел с того, что буквально недели-две назад один из чиновников китайского ЦБ заявил о том, что неплохо бы перейти к золотому юаню, нужен новый Бреттон Вудс и тому подобное. У меня вот вопрос, это что происки Ротшильдов, потому что существует такая точка зрения, что Ротшильды жутко борются с Рокфеллерами, все золото у Ротшильдов, и они хотят контролировать резервную валюту, поскольку сейчас две резервных валюты это доллар и золото, вот от доллара они хотят избавиться, а посредством Китая контролировать резервную валюту золота, ну и, соответственно, создать три или четыре валютные зоны, ну и, как обычно, жить на проценты. Вот насколько это все может соответствовать этой теории? Да, насколько я помню, эта информация прошла где-то 4 или 5 августа посредством массовой информации со ссылкой на авторитетный китайский печатный орган Chinese Securities, но я, конечно, по-китайски читать не могу, поэтому только в ломаном переводе все это изучал. Напрямую вроде бы чиновник не говорил о необходимости перехода к золотому стандарту, но он действительно сказал, что надо собрать новый Бреттон-Вудс. Но если он сказал А, надо говорить Б и так далее, потому что Бреттон-Вудс, собственно говоря, и создал золото-долларовый стандарт. Бреттон-Вудс — это, собственно, такая международная валютная система, которая базируется на фиксированных валютных курсах, а валюты обеспечиваются золотом. И, соответственно, какие-либо отклонения в валютных курсах от золотого паритета, они регулируются с помощью, в том числе, золотых интервенций. То есть рынок Форекс умрет? Ну, естественно, конечно. На самом деле, конечно, 71-й год, когда это произошло, 15 августа, кстати говоря, вот сколько уже прошло? Это 17 августа, да. Сплошные дефолты. Да, 42 года назад, собственно, был объявлен дефолт. Хотя, значит, де юре это не был дефолт, по-моему, в прошлый раз с вами говорили, потому что дефолт — это нарушение неких писанных договоренностей. В 44-м году в Бреттон-Вудсе американцы, судя по всему, просто пообещали, что они будут обеспечивать обмен долларов на золото, золото на доллары. Ну, опять-таки, не всем, а только денежным властям. Вот. Поэтому они просто отказались от своего обещания и привлечь к ответственности ни американского президента, ни министра финансов нельзя было, потому что никаких договоренностей письменных не было. Нет, ну, у них же на бумажках написано «In God with trust». Все вопросы к Богу. Ну, понятно. Только какой у них Бог? Наверное, с копытами и рогами. С копытами и рогами. Вот. Ну, еще есть такой вариант перевода. Они, кстати, сами признают. В Бога инвестируем. Да, ну, понятно, в какого. В Бога мы верим, остальные предплатите налом. Да, 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 совершенно верно. На самом деле, 71-й год, судя по всему, это изменение некого устоявшегося с 44-го года баланса сил среди акционеров РС в пользу, как вы сказали, Рокфеллеров. Ротшильды в основном делали ставку на золото. Рокфеллерам необходимо было обеспечить неограниченную эмиссию доллара. И некоторые аналитики говорят, что 71-й год – это не просто отход от золотого стандарта, это еще некая подвижка изменения соотношения сил в группе главных акционеров Федеральной резервной системы. Ну, естественно, прошло 4 с лишним десятка лет, и Ротшильды хотели бы взять реванс, вернуться к золотому стандарту в каком-то виде. Естественно, что эти 4 десятка лет они время зря не теряли. Они постепенно перекачивали желтый металл из сейфов центральных банков и американского Минфина в свои хранилища, в свои сейфы. И, видимо, на сегодняшний день они обладают таким золотым потенциалом, который дает им возможность начать серьезную игру в пользу золотого стандарта. Ну, плюс же еще нужна была, насколько я понимаю, хотя бы какая-то экономическая база и военная база, и тут появился Китай. Да, безусловно. Под предлогом того, что они хотят сохранить покупательную способность среднего класса, они практически стали страну грузить золотом. Да, если у Рокфеллеров, грубо говоря, территория или страна базирования Соединенных Штатов, то Ротшильды это некие космополиты безродные, у которых нет угла, куда голову преклонить. Но вот они решили организовать такую обетованную страну под названием Китай. Одно и мало, да? Ну, понимаете, там... Нужно больше рабов. Да, 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 да. Там как-то это все слишком опасно, слишком такое неустойчивое окружение, неустойчивая геополитическая ситуация на Ближнем Среднем Востоке. Вот. Ну, и вы сами понимаете, что всегда надо найти ту страну, которая готова была рискнуть и взять на себя тяжелое бремя золотого стандарта. Но вы помните, что классический золотой стандарт XIX века начинался с Англии, но за Англией никто не последовал. Все достаточно умели просчитывать последствия золотого стандарта и понимали, что они могут сесть на иглу золотых кредитов Ротшильдов. Поэтому где-то до середины XIX века удалось только склонить к золотому стандарту Канаду и Австралию. Но это были фактически, будем так говорить, зависимые территории британской короны. А так, в общем-то, первая страна за пределами британской короны – это была Германия. Но это была интересная страница мировой истории, франко-прусская война, которая закончилась образованием единой Германии под руководством железного канцлера Бисмарка. Но я его предпочитаю назвать не железным, а золотым, потому что именно он объявил о создании золотой валюты в Германии. Но там была интересная интрига, потому что золота у Германии не было для того, чтобы объявлять о золотом стандарте. Это золото услужливо они получили от Франции. Но Франция была проигравшей стороной, и поэтому на тот момент золота 1871-72 года, золота у Франции почти не было. Ротшильды организовали заем в пользу проигравшей страны, золотой заем. Я не помню, 5 или 6 стран, включая Голландию, включая еще какие-то страны, по-моему, даже Британию, они предоставили это золото Франции. А золото, в свою очередь, в порядке репараций и контрибуций передало это золото канцлеру Бисмарку. Вот так создавался золотой стандарте. А потом началась величайшая депрессия, буквально в 73-м. Да, совершенно верно, сразу же началась депрессия. Причем я вот читал дневники людей, которые в преклонном возрасте уже пережили тогда две депрессии, вот 73-го года и 29-го в Штатах. И они писали, что в Европе, а потом они переборялись в Штаты, что 29-й год был несравним с 73-м и дальше. Тяжелее 73-й был, да? Да, да, значительно. На самом деле в экономической истории, в учебниках по экономической истории вообще ничего не пишется об этом периоде, а депрессия была затяжная. И она была жуткая на самом деле. Как раз-то появились паровые двигатели в Штатах, использовались на элеваторах, на кораблях, и европейская экономика просто легла. Да, да. Примечательно, что накануне, ведь в том же Париже, где подписывался мирный договор после франко-прусской войны, в Париже накануне проводилась так называемая Парижская валютная конференция. Она, кстати говоря, упоминается во многих учебниках по истории экономики и международных финансов. И говорится о том, что на этой конференции, конференция 1867 года, было принято решение о введении золотого стандарта. Это тоже неправда, потому что Ротшильды пытались действительно навязать золотой стандарт, были собраны первые лица всех европейских государств. Туда пригласили уже престарелого Наполеона III, который был фактически агентом и ставленником Ротшильдов. И он практически произнес там яркую речугу в пользу золотого стандарта. Все молча выслушали, но никто не хлопал в ладоши и никто это дело не поддержал. А у нас пишут, что 1867 год, это значит начало новой мировой валютной системы. Парижская так называемая валютная система, вазирующаяся на золоте. Но это неправильно. Начиная с Андропова, мы же под Ротшильдами. Но вынужден вас прорвать и оставаться с нами, мы скоро вернемся. Добрый день, мы снова в эфире, это программа «Парадокс». Телефон в студии 659-996, код города 495. Звоните, задайте вопросы. У нас в гостях сегодня Валентин Юрьевич Катасонов, экономист, профессор кафедры международного финансового ГИМО. Обсуждаем мы текущие проблемы в валютной сфере и вообще то, что сейчас происходит в экономике. И перейдем к тому, что же нам ждать. Вот, кстати, по новостям только что прошло сообщение, что курс РОПИ продолжает падать. Если кто еще не в теме или не заметил, то очередной локомотив будущего роста, а это чудо индийской экономики, он слетел под откос. Но это такой маневровый локомотив, если выражаться железнодорожным языком. А вот магистральный локомотив новой экономики, это Китай, он тоже летит под откос. И в этом тогда возникает вопрос, если Ротшильды с золотым стандартом сделали ставку на новую землю, обетованную, как вы сказали, Китай, а Китай, судя по всему, готов последовать за Индией под откос, они что, проиграли? В общем, ситуация осложняется, конечно. Тем более, что Китай, конечно, постоянно флиртовал с Ротшильдами, понимая, что Ротшильды помогают им и там, и сям, в том числе даже накапливать золото. Но, тем не менее, они все равно играли свою собственную игру. Но возникает вопрос, а зачем китайцам надо было накапливать золото, если они не собирались вводить золотой стандарт? Ну, это естественно, потому что золото, ведь это не только средство обеспечения денежной единицы национальной, это просто стратегический ресурс. Скажем, Советский Союз после войны, даже в период войны, уже начал накапливать свой золотой запас, и на момент смерти Сталина наш золотой стандарт, то есть наш золотой запас по разным оценкам составлял от 2100 до 2300 тонн металла. Поэтому это нормально, и Китай продолжает накапливать золотой запас, но понятно, что золотой юань ему не нужен. Поэтому вот это вот заявление чиновника, достаточно такого высокого уровня, оно достаточно парадоксально. Оно достаточно парадоксально. Либо, значит, в Китае какие-то пошли подвижки на высшем уровне, удалось, значит, Ротшильдам каким-то образом убедить китайское руководство в том, чтобы все-таки начать процесс движения к золотому стандарту, либо, значит, просто нарушилась эта вертикаль власти, и в Китае уже отдельные чиновники позволяют высказывать свое личное мнение. Это же Крамл, за это расстреливают и вешают Китай, да? Раньше, по крайней мере, так происходило, да. Ну, опять хочу сказать, что этот чиновник напрямую не сказал, что Китаю надо водить золотую валюту. Было сказано про Бреттон Вудс. Но если про Бреттон Вудс, тогда, значит, мы начинаем в уме просчитывать. А, собственно, кто мог бы взять на себя роль Соединенных Штатов? Это, естественно, та страна, у которой самый большой золотой запас. Тогда Соединенные Штаты располагали примерно 50, по крайней мере, 50% мирового официального золота. Ну, на сегодняшний день, значит, если мы открываем справочники Международного валютного фонда, то формально на первом месте остаются Соединенные Штаты. 8 тысяч тонн золота с копейками. Ну, на самом деле, конечно, это все на бумаге. Да, есть оно там или нет. Вот он, GPM органа, сгорело хранилище. Перед этим они его, правда, обнулили. Сгорело хранилище. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что Бернанке вообще такую шутку произнес в конце октября прошлого года, что Нью-Йорк затопило, Манхэттен затопило, хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка затопило, и что Америка не может возвращать золото Германии. Но оно прожавело. Так что, ну и давайте дальше смотреть. Значит, формально Китай занимается далеко не первое место в списке стран, которые имеют крупнейшие запасы золота. Я имею в виду официальные. Официальные. Ну, если я не ошибаюсь, извините, я спрерываю, не ошибаюсь, то последний раз официальные запасы выходили, по-моему, в 10-м году к китайскому ЦБ. Нет, они каждый год публикуют. Но дело в том, что они цифры одна и та же. Я не помню, она 957 или 975, ну, там чуть-чуть не дотягивает до 1000. А если посмотреть на поток золота через тот же Гонконг, то он вообще поражает воображение. Ну, при этом, значит, я не знаю, то ли китайцы уже так же обленились, как и европейцы. Они уже так тонко лгать и дезинформировать не умеют, как они это раньше делали. Потому что, действительно, вы правильно сказали, есть статистика импорта. Есть официальные заявления чиновников Китая, которые говорят, что мы закупаем золото для пополнения государственного резерва. Плюс они же добывают за 400 тонн в год. Да. И это золото остается внутри страны. 100%. Это тоже официальная информация, что 100% добываемого внутри страны золота идет на пополнение. Ну, правда, некоторые говорят, что еще и контрабанда есть. И даже более того, есть интересная информация о том, как у нас на Дальнем Востоке золото вывозится в Китай. Но я думаю, что, конечно, это несколько другого рода золото. Это не то золото, которое пополняет официальные резервы. Это, скорее всего, попадают в какие-то частные карманы, частные сейфы. Но, тем не менее, даже если мы возьмем официальную статистику, я как-то считал. Ну, меньше 5000, ну, никак не получается. Причем я как бы считал даже не от царя гороха, а от 2009 года. Вот когда у них официальный золотой резерв завис, залит на одной точке. Вот я за эти годы посчитал, за это время, с учетом импорта и внутренней добычи, должно быть не 1000, а 5000. Вот, я думаю, что, скорее всего, даже больше, потому что надо считать не от 2009 года. Где это золото? Может быть, оно находится на балансе Народного банка Китая, может быть, это какие-то секретные фонды, мы этого ничего не знаем. Ну, явно, конечно, аналитики... Причем это реальное физическое золото, а не золото ФРС. Не бумажное золото и не те расписки, которые лежат в подвалах Форт-Нокса. Гниют. Да, да, да. Так что, как бы, логически аналитики вычисляют, что такой страной мог быть только Китай. Правда, я должен сказать, что появились сенсационные сообщения, что в списке этих стран, претендующих на роль страны, обеспечивающей, будем так говорить, мировую валютную систему золотом, и Россия... Да, под Кремлем закапано 20 тысяч тонн золота. Да, 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 20 тысяч тонн. Откуда, честно говоря... Золото партии. Да, да, золото партия. У меня даже книжка есть «Золото в экономике и политике России» 2009 года, где я, так скажем, пытался разобраться, значит, сколько у нас было золота накануне краха Советского Союза, и что происходило с остатками этого золота в период, когда премьер-министром был Гайдар. Там уже несколько сот тонн золота вывозили. Ну, это как в 17-м году. Да, да, да. Что-то же там. Те же люди, та же политика. Все под метелку было выметено, поэтому какие 20 тысяч? Это, конечно, фантастик. Называли Ватикан, правда, без цифры. Да, это только вот с языка сняли. Да, 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 да. Как раз там папа поменяли. Да, да, да. Ну, у Ватикана такого золота нету, конечно. Вот, так что, как бы, если все это перетасовать, эту колоду, то остается Китай. Хотя напрямую чиновник не говорил, что Китай. Ну, вот мы с вами последнюю передачу закончили на том, что вы сказали, что золотой стандарт — это не лучшая система, денежная система. И объяснили, почему. Я, значит, будушевленный вашим примером, посмотрел на статистику ФРС. Это пошел Сент-Луис, Федеральный резервный банк Сент-Луис, у них есть прекрасная база данных. И оказалось, что и фиат — это не лучшая система, потому что происходят те же самые процессы. Богачи становятся богаче, бедные беднее, коэффициент джини увеличивается. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем падение скорости обращения денег и падение кредитных мультипликаторов. То есть тот же самый эффект, что и золотой стандарт. А какие вот в истории были системы, скажем так, эмиссии денег, при которых банки не принимали участие в эмиссии? Так называемые производственные эмиссии. Вот были такие примеры? Вы знаете, можно взять пример, скажем, Российской империи до конца XIX века. Хотя формально существовал Государственный банк Российской империи, но он существовал на правах фактически структурного подразделения Министерства финансов. То есть, в общем, избытка денежной эмиссии не было. Советский Союз. Советский Союз тоже центральный банк. Он, правда, назывался не Центральный государственный банк. СССР. Он тоже фактически находился под Министерством финансов. И он выпускал ровно столько денег, сколько было необходимо в соответствии с планами и балансами. Были не только балансы производства и товарные балансы, но и были денежные балансы. И там все сходилось. Правда, значит, говорят, ну как же так. То есть принцип был, чем больше производим, тем больше денег имитируем. Не меньше и не больше. Понимаете, если кредитные деньги, то дисбалансы почти неизбежны. Потому что денежная масса равна сумме выданных кредитов. А денежные обязательства равны сумме выданных кредитов плюс начисленные проценты. И дисбаланс неизбежен. Вроде бы, как бы, задачка на уровне средней школы. Даже без всякой высшей математики. Ну, современные экономисты ее обходят так вот за 10 миль. Вот так вот кругом, чтобы никто не догадался. Поэтому, конечно, казначейские билеты в этом смысле лучше. Потому что это не кредитные деньги. В Советском Союзе, конечно, выдавались кредиты. И выдавались под некоторый процент. Но это было связано не с тем, что Государственный банк СССР хотел обогащаться. А это просто был некий стимулятор, заставлявший предприятие более эффективно и быстро использовать эти деньги. Там порядка полутора процентов. Значит, а та прибыль, которая образовывалась у Государственного банка, она просто перечислялась в бюджет. Поэтому этот дисбаланс не возникал. Так что в этом смысле советская денежно-кредитная система, она при некоторых ее недостатках, она сумела избежать главного недостатка вот этих вот дисбалансов между денежной массой и денежными обязательствами. Собственно, Маркс в «Капитале» говорил о том, что главная противоречия капитализма – это противоречие между недостаточным платежеспособным спросом и предложением товаров и услуг. Но он объяснял… Что исполняется кредитной долговой массой. Да, но он говорил, что вот такие вот капиталисты-мироеды, производственные капиталисты, торговые капиталисты, они получают прибыль, фактически, значит, изымают часть необходимого продукта у работников наемных, и в результате наемные работники не могут купить произведенный ими же самыми продукт. Но на самом-то деле, как бы, торговые и промышленные капиталисты, они являются… Валентин Юрьевич, вынужден рассказать. Оставайтесь с нами. Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс». У нас в гостях Валентин Юрьевич Катасонов, экономист, профессор кафедры международных финансов МГИМО. Поговорили мы о золоте, о том, что происходит сейчас, какие нужны деньги. А теперь хотелось бы заглянуть немножко в будущее, Валентин Юрьевич. Вот сейчас все начинают говорить о том, что экономика еврозоны восстанавливается. Ну, американская экономика растет уже почти с семимильными шагами. После того, как они пересчитали ВВП, методику расчета избили. Они практически каждый год что-нибудь привносят. Вам это уже, по-моему, без смеха нельзя говорить. Но вот если посмотреть реально на вещи, как международная финансовая элита и политическая элита будут выходить из той ситуации, в которой они оказались. Ведь им придется объявлять дефолт по огромному количеству долговых обязательств. Потому что с 2008 года никакого, например, делевериджинга в американской экономике не произошло. Ну, за исключением банков, да, там, три с лишним триллиона уменьшили они активы. Дальше что? Потребитель этого не сделал, ни финансовый сектор этого не сделал. А в Европе такая же ситуация. Как из этого выходить? Вы знаете, интересный вопрос. Я тут немножко сейчас полистал материалы. А главное, что будет, на ваш взгляд? Даже не по Америке, по которой я чаще изучаю материалы. А тут меня заинтересовала Европа. И как-то не очень я в свое время внимательно отследил материалы, связанные с так называемой реструктуризацией греческого долга. Вернее, его увеличением. Так вот, самое... Вы знаете, это я назвал финансовой шизофренией. А это есть, да. Да, 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 да. Это уже, извините, повреждение... Головного мозга. Головного мозга, совершенно верно, да. Коры головного мозга. Да, да, да. То есть, значит, одним маком они, значит, сократили суверенный долг Греции то ли на 107, то ли на 109 миллиардов. И тут же они предоставили пакет помощи на 130 миллиардов. И уже через несколько месяцев Греция имела долг там гораздо более высокий, чем накануне реструктуризации. Да, но при этом они навязали программу спасения экономики. И через два года МФ вдруг написал, что, а вы знаете, что-то программа не сработала. Хотя это было очевидно. Чеку со здравым смыслом очевидно, что если у вас треть населения госслужащие, вы начинаете резать госрасходы, у вас резко сокращается потребление, экономика схлопывается. Да. Все. Понимаете, я даже пытался войти в их логику. Я примерно так представил. Вы потом вышли? Потом я вышел, да, но с трудом. С трудом. Опять-таки, постарался найти все-таки рациональное объяснение этой рациональной политики. Вы знаете, я вас перебью, а ничего, на мой взгляд, ничего иррационального нет. Банкиры должны всегда получить свой куш. Да. Все объяснение. Да, совершенно верно. Произошла серьезная реструктуризация долга. Поменялась структура держателей греческого долга. Частных держателей долга вывели из-под удара. Значит, основными держателями стали, это Европейский фонд финансовой стабильности, это Европейский центральный банк. Даже, я так понимаю, в добровольно-принудительном порядке, центральный банк Греции и некоторых европейских стран купили. Например, Кипра. Да, 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 да. Короче говоря, значит, вот такая спасательная операция. Произошла социализация расходов. Да, совершенно верно. Больше-то она невозможна. Но социализация уже не на уровне отдельных государств, а на уровне Евросоюза. Да. Фактически, как бы все это перешло на наднациональный уровень. То есть выстраивается наднациональная Европа ускоренными темпами. Но боюсь, что они сорвутся. А дальше такая политика уже невозможна, по идее. Вот смотрите, в результате реструктуризации греческого долга удалось Европейский долг, грубо говоря, на несколько месяцев сократить на 1% пункт ВВП. А там надо сокращать на 40% пунктов, а может это на 60%. Ну, давайте будем говорить, на 50%. Это значит, надо еще 50 таких же реструктуризаций провести в Европе. Извините, это очень опасная операция. Это все равно, что альпинист спускается с горы. Понимаете? Без страховки. А тут группа 28 альпинистов, связанные между собой. Я так вот смоделировал эту ситуацию, но они обязательно сорвутся в пропасть. Обязательно сорвутся в пропасть. А плюс к этому, значит, их еще нагрузили дополнительными рюкзаками, потому что долг-то увеличился. И с моей точки зрения, конечно, ни Европейский фонд финансовой стабильности, ни ЕЦБ для Европы не являются кредиторами последней инстанции. Они являются кредиторами промежуточной инстанции. Понимаете? А кто последний? Опять мы вспоминаем Федеральную резервную систему. Федеральная резервная система. Как всегда, наблюдает на расстоянии и ждет, когда созреют вот эти дефолты на уровне единой Европы. ЕЦБ дефолт. Дефолт, ну это уже не ЕФФС, а это уже европейский стабилизационный механизм, приемник ЕФФС. А они скоро станут банкротами. Даже Фич понизил рейтинг бумаг ЕФФС. Это уже знаменательно. Ну потому что рейтинг Франции был понижен. Да, да, да. А не гарант. Да, да, да. Ну а кому принадлежит Фич, мы тоже знаем. Так что в этом смысле все как по нотам идет. Нет, ну с другой стороны у Фреджа есть тоже интерес в этом деле, поскольку европейским банкам принадлежит что-то активов в Америке на 3 триллиона. И им распродажа на 3 триллиона абсолютно не нужна в данной ситуации. Я согласен, да. Ну вот еще один такой момент все-таки. Я думаю, что здесь игра идет на гораздо более высокие ставки. Вот Греция, например. Да, говорят, что Греции рано или поздно придется расплачиваться. Начинается приватизация. В средствах массовой информации постоянно фигурует цифра. 50 миллиардов активов евро, которые должны быть приватизированы для того, чтобы заткнуть какие-то дыры. Может быть даже долги тем же кредиторам последней инстанции на уровне Единой Европы. Ну что это такое? Это какой-то курортный бизнес там. Это какие-то там курортные территории. Это какая-то инфраструктура типа телерадиовещания. Газовая инфраструктура. А это остается за кадром. Нет, они же еще и Левиафан, свою часть Левиафана собираются приватизировать. Ну понятно, это уже сложившаяся инфраструктура. А речь идет о том, что сейчас уже обнаружены и доказаны запасы. Да, Левиафан, да. Да, да, да. Практически это не фигурирует. Об этом стараются не говорить. Об этом стараются не говорить, потому что это вообще европейцам не надо. Это вот придет дядя Сэм по поручению главных акционеров ФРС. Он тут сразу и будет, грубо говоря, проводить инвентаризацию и приватизацию вот таких крупных жирных кусков в Европе. Вы знаете, Степан, мне вот эта ситуация немножко напоминает ситуацию 30-40-х годов прошлого века. Из Германии? Из Германии, да. Опять Германию уже в третий, наверное, или в четвертый раз разводят. Угу. Разводят. Тогда был третий рейх, сейчас как бы Ангеле Меркель, она уже... Вполне европейский рейх. Да, 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 да. Уже идет... А самое главное, хозяева одни и те же. Да, идет аннексия Европы, тихая аннексия Германии. Но при этом Ангеле Меркель, так же, как и Гитлер, Адольф Алоизыч, тоже человек, так скажем... Рокфеллеров. Несвободный человек. Человек-рокфеллеров, да. Да, да, да. И в этом смысле она, как послушный биоробот, она выполняет все эти операции до определенного момента. И я думаю, что бенефицаром мог бы стать Федеральный резерв. Но у Федерального резерва тоже ресурс времени уже близок... Фактор времени, скажем так. Да, да, фактор времени. А почему вы так считаете? Почему я так считаю? Вы знаете, это очень интересный вопрос. Есть масса признаков того, что сейчас в Соединенных Штатах кто-то очень хотел бы поставить крест на ФРС. Рон Пол активный, агент Ротшильдов. Сын Рона Пола, да, да, да. Некоторые говорят, что это агенты Ротшильдов. Некоторые говорят, что это как бы отдельная партия или фланг из клана Рокфеллеров, потому что Рокфеллеры это не только банкиры, это еще нефтяной бизнес, это военно-промышленный комплекс. И они чувствуют, что они как бы уходят на второй и третий план. Некий реванш, будем так говорить. То есть реванш промышленного капитала над финансовым. Будем так говорить. Вообще сегодня многие поступки и многие операции в финансовом мире невозможно объяснить рационально. Это вот знаете, как начинается драка на большом рынке. Начало идет разговор, более-менее спокойный, потом на повышенных тонах, потом начинается мордобой. Потом лейтенанту пробивают голову, да? Да, да, да. Начинается зачистка. Да, и что требовать от участников? Они действуют все иррационально. С моей точки зрения, поведение многих политических фигур и в том же самом Конгрессе Соединенных Штатов, оно сегодня иррационально. То есть понятно, что ФРС достало многих даже в Америке. Представителей хай-тека, представителей ВПК. Они хотели бы некого нового порядка. Но Рон Пол что говорил? Он говорил, никакого ФРС. Ну, не было такой четкой программы, а главное не было... Но без ФРС, извините, ляжет вся экономика. В том все и дело. В том все и дело. То есть это рискованное дело. Это фактически революция. Но таких революционеров сегодня в Америке много. Некоторые говорят, что это агенты Ротшильда. Вполне вероятно, что Ротшильдам выгодно появление и активизация этого крыла. Некоторые говорят, что это ребят, которые играют в свою собственную игру. И что это достаточно автономный фланг в стане Рокфеллеров. Валентин Юрьевич, а вы не рассматриваете такую ситуацию, что... Ну, хорошо, вот возня элит возней. Но ведь есть некоторые объективные, что ли, экономические, природные процессы. Которые говорят о том, что, ребят, бизнес-цикл подошел к концу. Адьос, амигос. Что бы вы не делали, вас поджарят. Это, вы знаете, как в школе там задачку можно решить энным количеством способов. Ответ будет все равно один и тот же. Я могу, например, задачку это объяснять следующим образом. Банковская система не может существовать по той простой причине, что практически кредитные операции не дают сегодня большого дохода. А, во-вторых, а кому кредитовать? Вот именно. Африку? Вот именно. Если так разобраться в этом вопросе, то банки сегодня заработают только на инвестиционных операциях, не на кредитах. А теперь давайте посмотрим пассивные операции банков. Кто же понесет деньги в банки, если недавно проведена была конфискация на Кипре? А Европейский Союз этим летом принял решение о том, что, значит, где-то в ближайшее время будет принят какой-то нормативный документ, который легализует конфискацию в пределах всего Европейского Союза. Ну, какой дурак будет это пользоваться услугами банков? А если еще посмотреть на Швейцарию, которая уже принимает депозиты с отрицательным процентом, я не понимаю, как может существовать такая банковская система. Опять ответ тот же. Банская система на наших глазах рушится. Просто происходит смена, на мой взгляд, эры финансового капитализма, которая длилась 300 лет, а снова промышленный капитализм. Вашими бустами да мед пить. Но это занимает время. Я думаю, что... Процессы нелинейны в экономике. Я думаю, что произойдет что-то, вы знаете, примерно как ранний феодализм. Ну, нет, смотрите, ну, зависит от того, кто будет рабами, да? Долговые рабы на Греции вроде как обкатали, пока молчат. Европейцы, ну что европейцы, они тоже все в долгах, как в шелках, но зато им завезли кучу арабов и кучу негров. Поэтому, если белые начнут в Европе выступать, они получат москвобат. Ну, вы знаете, я тут уже боюсь фантазировать. А, 282-я, да. Оставим, наверное, каким-нибудь фантастам, там, футурологам, пусть они... Тысяча один вариант сценариев, понимаете? Но конец неизбежен, по-любому. Конец неизбежен, конечно. И с моей точки зрения, конечно, я всегда говорю, экономика – это чуткий индикатор духовного состояния общества. А что такое «криз» в переводе с греческого? Это суд. Суд божий. Валентин Юрьевич, вынужден вас пройти на самом интересном месте. Оставайтесь с нами. Добрый день. Мы снова в эфире. У нас в гостях Валентин Юрьевич Катасонов, экономист, профессор Каффин-Межонов, финансов, МГИМО. Начали мы обсуждение с золотом, почему вдруг китайцы так его полюбили. Пересли, в конце концов, на то, что будет дальше. Ну, у нас зазвонил телефон. Александр, добрый день. Здравствуйте. 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 А вот я вопрос хотел бы задать гостю. Он сказал насчет суда божьего. Учитывая все, что вы сказали по поводу финансов и то, что садомиты сейчас уже обнаглели до такой степени и ведут себя так нагло, вы считаете, вот такой сценарий будет суда божьего, что в результате человечество упадет до такой степени, что уже просто его нельзя уничтожить. Ну, вы знаете, интересный вопрос, потому что мы обсуждаем действительно частные вопросы, сохранятся ли финансовые институты, сохраняются финансовые рынки, а тут уже вопрос стоит ребром, а сохранится ли человечество и сохранится ли человек. Вот, вы упомянули садомитов, естественно, мы вспоминаем историю Содома и Гаморы. Понятно, что большая часть человечества на тот момент, она была уничтожена. Ядерным взрывом. Да, вот, так что я не исключаю этот вариант. И действительно, суд Божий, мы не настолько духовно прозорливы, чтобы понимать, какой способ Господь найдет для того, чтобы человека научить, проучить, ну, скорее всего, именно научить. Вот, ну, я думаю, что рациональные методы познания будущего, они, как правило, всегда дают сбои. Вот, достаточно вспомнить, скажем, ситуацию накануне Первой мировой войны. Практически никто не предвидел Первой мировой войны. Наоборот, те же самые экономисты говорили, что объективные процессы интернационализации, хозяйственной жизни... Глобализации. Да, тогда была интернационализация, делают невозможным никакие серьезные военные конфликты, аж ошиблись с точностью, да наоборот. И таких ошибок очень много, очень много. А, скажем, события в России в октябре 1917 года, Великий Октябрь, ведь в 1914 году никто в России не подозревал, что может быть такой сценарий развития событий. То есть, в общем... Как и в Германии в 1918 году случилось то же самое. Вот, насчет Германии, как раз тут, пожалуй, исключение. Один из маршалов, который, французских маршалов, который присутствовал на подписании Парижского мирного договора в 1919 году в Версале, он сказал, вот этот договор закладывает основы для следующей мировой войны. Она будет через 20 лет. Я забыл, как этого маршала звали. В 1939 году, наверное. Да, но там было настолько все очевидно и линейно, что там действительно работала логика и работал рациональный метод познания будущего. А вот сегодня я бы не рискнул бы заниматься этими фантазиями. Единственное, что повторяю, что, конечно, ведь Господь Бог не создавал ни финансовых рынков, ни денег, ни банков. Он создавал человек, и, безусловно, что он, прежде всего, заботится о своем творении, о человеке. И для него, конечно, и деньги, и финансы, и банки, все это вторично и даже третично. Поэтому... Ну, с другой стороны, разные боги создавали разных людей. Достаточно почитать Ветхий Завет, да? Как там описан бог, которому поклоняются садомиты. Ну, мы можем, конечно, вспомнить и античный мир. Там, безусловно, были боги первого уровня, второго уровня. Но мы все-таки живем в России. Слава Богу, православная страна. Ну, я бы не сказал, что, слава Богу. Ну, не будем его трогать. Но, на самом деле, я тоже хотел бы добавить. Мусадамитов или Хебронов сейчас, на самом деле, две проблемы. Первая проблема. Они ждали, что за ними пролетят. Увы, не пролетели. И вторая проблема. Последних своих повыдырей они потеряли, если не ошибаюсь, в 78-79 годах. А как раз с этого момента началось некоторое шатание и разброд. У них нет линии сейчас поведения какой-то общей и общей стратегии, на мой взгляд. Ну, это так, из мира фантастики. Но, как показывает практика, самые фантастичные предложения сбываются. Ну, у нас еще раз уж пошли в эту тему. У нас есть Константин. Добрый день. Ваш вопрос. Только что-нибудь полегче. Да я как раз вот по этой теме. Всех задело заживое. Продолжение, да. Несмотря на приближающийся коллапс, всего и вся, все уверенно торгуется, бредется. Так, чтобы быстро. Когда удирать из всяких спекулятивных операций в живое золото, да, где я в основном весь-то и нахожусь. Но, тем не менее, когда удирать. Или же, наоборот, наступают времена, где, наоборот, где-то надо зайти. Ну, все равно надо вовремя потом выскочить. Вот этот момент прояснить можете? Где гарантии и где-то вовремя операции по посреднику. Когда я могу ответить? Вчера. А лучше позавчера. Вот. Но никогда не поздно. Как говорят англичане, better late than ever. Вот недавно я тут ездил по прилегающим к Московской области регионам. Рязанская область, Ярославская область. Вы знаете, меня порадовало, что некоторые предприниматели уже отдают себе отчет, что деньги в банки они класть не будут. Более того, они не просто вкладывают деньги в какие-то реальные активы, они вкладывают деньги в сельское хозяйство. И даже более того, они создают некие такие, я бы сказал, сообщества единомышленников. Некие такие вот поселения с относительной автономией и самодостаточностью. Продовольственное самообеспечение, энергетическое самообеспечение, те же самые тепловые насосы, скажем, и использование щипы. Не только для производства тепла, но даже для производства электроэнергии. Вообще, это вот интересные вещи. Я даже положил на бумагу эти вещи, уже до меня додуманные, и назвал я это концепцией Ноевого ковчега. Опять-таки, мы вспоминаем священное писание. Ной, в отличие от своих многочисленных, будем так говорить... Соплеменников. Соплеменников, да. Он строил этот самый ковчег, а соплеменники веселились, гуляли и пальцем показывали на сумасшедшего Ноя. Но спасся-то Ной со своим семейством, остальные оказались под водой. Ну вот, по-моему, а как они решают вопрос, вот, когда меня все время спрашивают, что является лучшей инвестицией? Я говорю, тушенка, золото и патроны. А как решается вот в этих поселениях вопрос с патронами? А именно с обороной? Это секретная часть документов. Это секретная часть документов. Но это важнейшая часть. Она важнейшая, да. Я думаю, что я не могу в эфире об этом рассказывать, но, конечно, вообще экономика начинается с того, что прежде всего необходимо думать о том, как защитить от посягательства на свое имущество от каких-то внешних врагов или недругов. У нас ведь как преподают экономику? Вот есть потребление, производство, оборона, она куда-то вообще исчезает. Ну, это вот как бы некий атовизм. Это даже об этом говорить не стоит. Ну, на самом деле, конечно, об этом наши предприниматели думают. Ну, я даже скажу один такой пример. Купили списанный БТР. Купили списанный БТР. В хозяйстве пригодится. Они сказали, можно и пахать, а в случае чего можно и башни прикрепить. Вот. Так что это интересный такой опыт. Пока он особенно не афишируется. Но я очень был рад, что целый ряд предпринимателей начинают об этом думать. И они понимают, что спасаться легче не в одиночку, а совместно. Но тут возникает вопрос. Значит, а какие критерии для отбора людей в команду? Ну, это тема особого разговора. Ну, если это Рязань... А да, паршивая овца может взорвать весь коллектив изнутри. Но там же ведь в Рязани под боком Рязанской ВДВ, если им поставлять хорошую свининку, так могут и защитить. Да. Ну, вот вы сказали тушенка. Да, первоначально была именно такая идея, запасти тушенки на три года. А дальше что, съели тушенку. То есть идея воспроизводимых ресурсов. Ну, это условно, да. Воспроизводимых ресурсов. Там и вода, там и энергия, там и продовольствие, там даже социальная инфраструктура. Потому что сегодня предприниматели, не только предприниматели понимают, что детей отдавать в школу просто опасно. Потому что там научат каким-то первоначальным навыкам садомитства какого-нибудь. Ну, и плюс еще не при Господе пол сменят. Да, совершенно верно. Короче говоря, вот на Рязанщине, например, предприниматель поддерживает школу, которую было в свое время приказано закрыть. Он ее поддерживает. И сейчас она начала даже расти. Вот. Так что целый ряд предпринимателей, которые имеют свой бизнес в Москве, они финансовый результат направляют в ближний. Не на Кипр, а в Стару. Да, совершенно верно, да. Ну, а если вот так у нас осталось буквально две минуты, Валентин Юрьевич, как вот вы по времени думаете, когда Россию накроет, так называемая, вторая волна? Или когда вот эта вся система, этот карточный домик начнет сыпаться? Вы знаете, я опять затрону такую, я бы сказал, неэкономическую тему. Экономика иррациональна. Абсолютно с вами согласен. Мы пытаемся все время вот эти протестантские рационалистические методы применять. Евангелистские, да. Экономики. Да, ну, а вот понятие чудо. Нет, ну, Валентин Юрьевич, ну, что значит рационально? Смотрите, я с вами не согласен. Поведение толпы иррационально. Но в то же время поведение толпы подчиняется совершенно четким законам. Например, тому же Иллиоту. Поэтому здесь базовая рациональность, она агрегируется в некое рациональное поведение. Не рациональное, а предсказуемое поведение. Нет, у меня другое совершенно мироусприятие. Все объяснить рационально невозможно. Нет, я с вами согласен. Вначале было слово. Это вот в Библии есть две правильных вещи, всего две, да? Чтобы богов было много, боги сотворили. И вначале было слово. Потому что сознание первичное, материя вторичная. Но все-таки. Ну, какой тут? Вы же... Вы знаете, для меня, например, чудо, что экономика еще не рухнула. Для меня чудо, что нас не накрыло второй волной. А вы знаете, для меня нет. Еще не все подразделения Иллиоты выполнены. Ну, понятно. Вы технарь, поэтому у нас немножко другое восприятие. Как только будут выполнены, то все. Да, да, да. Я так что... Трудно мне сказать. Вчера. Мне казалось, что волна должна была быть еще вчера. Ее нету. Значит, Господь долго терпится и ждет нашего какого-то исполнителя. Управление. Ну, не знаю. То ли мы исправляемся немножко, то ли это... Ну, это в один момент терпение у него лопнет. Да, да, да. Ну, что ж, к сожалению, у нас на этом все. У нас в гостях был Валентин Юрьевич. Так что, удачи всем.